В Беларуси грядет война. Об этом заявили белорусские пропагандисты Лукашенко. Добровольческие батальоны захватывают район Брестской области, объявляют себя там легитимной властью. Их поддерживают затаившиеся адепты перемен внутри Беларуси. Под это дело Украина признает эту власть на этих территориях легитимной, вводит свои войска, дальше подтягивается НАТО и вот типа часть Беларуси уже оттяпана. Так и сказали, что уже планируют отобрать Брестскую область, где затаились партизаны, которые готовы разделить нашу страну. И этим занимаются спецслужбы Украины. Но мы знаем этот план и давно готовы к тому, чтобы он начинал не сбываться с самого первопункта. Тут не ясно. Либо Тур сам придумал эту дичь, либо ему методичку такую написали. Но очевидно, что даже в здравом уме не появятся подобные мысли и причин тому просто миллиард. Кадыров атакует Белгородскую область. Бойцы батальона «Запад-Ахмат» ударили по вышке связи в Белгородской области. Кадыров считает, что благодаря этому вооруженные силы Украины лишили связи и возможности вызвать подкрепление. Кадырова не смущает, что вооруженные силы Украины уже давно пользуются связью Starlink. И уничтожение связи в Белгородской области как минимум бессмысленно. Ну, для ТикТока и так сойдет, не так ли? Просидевшего 16 лет экс-президента Перу выпустили из тюрьмы. На кадрах видно, как родственники встречают бывшего главу государства и ведут его в автомобиль. Альберто был президентом в Перу в 90-м, в 2000-х годах. Во время своего правления он установил режим авторитарной власти в стране. В конце 2007 года суд приговорил его к 6 годам заключения, а затем срок увеличили до 25 лет. И эта новость показательна как для одной стороны, так и для другой. Что касается НАСТА, тут важно понимать, что такие, как Лукашенко, могут прожить и до 85, удерживая власть в стране. Ну, а что касается их стороны, то тут важно понимать, что каждый понесет ответственность. И как только Лукашенко потеряет власть, окажется, что все ябатьки не ябатьки, а диктатор действительно вор, убийца и бандит. А его сынок не заслуживает тех почестей, которые получает на сегодняшний день. В репортаже BBC попал очень курьезный момент, когда журналистка показывала средний палец, не зная о том, что начался уже прямой эфир. И этот палец я адресую режиму диктатора. В Российской Федерации в Москве появились баннеры «Россия без Путина». И это просто гениальнейший шаг. Я вот правда искренне рад тому, как проводят подобные акции. Ведь то же самое можно делать и в Беларуси, так или иначе. Ведь в России смогли, почему у нас не могут? Ведь мы также можем замаскироваться. Нужно собираться вместе, придумывать подобные схемы и херачить лукашенковский режим. Это правда гениально. Белорусские чиновники настолько оборзевшие, ленивые и самолюбивые, что вместо того, чтобы пойти просто почистить снег, они за несколько дней отправляют туда работников ЖКХ, чтобы те вычистили снег, чтобы после этого чиновники пришли, взяли лопату и имитировали уборку снега. И сняли об этом репортаж. Вот так работают чиновники для фотографий. А людей, чтобы вы понимали, сняли с объекта и отправили херню этого чищать. Хотя по факту ее должны были чистить чиновники. На границе Беларуси и Польши стоит огромная очередь фур. Причем она не просто стоит на трассе открытой, а ее в специальный карман направили, чтобы людям глаза не мозолить. Естественно, мы за ней следим уже не первый день, и эта очередь продолжает увеличиваться. Вот что получается. Из-за того, что Лукашенко власть не хочет отдавать, получается так, что все сферы жизнедеятельности простых людей страдают. В том числе и грузоперевозки. Хотя очень интересно, смотря на эти самые фуры из Беларуси в Европу, о санкциях говорить. В Тюмени партизаны подожгли по станцию и заблокировали поезда с оружием. Ведь этой линией русские собирались переправлять военную технику на Авдеевское направление. Тем самым временем путинский режим заявил о том, что поймали белоруса, который поезд с рельс пустил. Якобы он жил в Литве, а работал на СБУ Украины. Что-то мне подсказывает, что они хватают случайных людей. Вот прям практически уверен, что случайных. Законопроект о помощи Украине и Израилю не смог набрать достаточно голосов для продвижения в Сенате США. Несмотря даже на то, что на заседание пришли американские генералы, ну, чтобы более детально обсудить войну в Украине, республиканцы настаивали на том, что их оппоненты отказываются решать существующие проблемы на границе с Мексикой. В США проживают более 12 миллионов нелегальных мигрантов и количество постоянно увеличивается, в том числе за счет прибытия граждан Китая и России, а также криминальных группировок. Байден на такое положение дела отреагировал максимально негативно, заявив о том, что подобные шаги понижают рейтинг страны и положение в мировом сообществе. И тут я с ним полностью согласен. Война в Украине – это не локальный конфликт, который не касается Соединенных Штатов Америки и Европы. Нужно четко понимать, что одно связано с другим. И пока европейцы и американцы готовятся к выборам, в это самое время диктаторы забирают в сферы влияние. И как я говорил ранее, если так произойдет, что Россия, Китай, Лукашенко и так далее перевернут мир сверх на голову, то демократия будет находиться в красной книге. Пусть даже и несовершенная, но демократия. Специальная операция выйти из СИЗО провалилась. Гиркин остается под следствием и на выборах участвовать не сможет. Хотя они еще могут все переиграть, но в принципе, как мне кажется, его никто на выборы не отправит. Хотя изначально я думал, что его как подставным лицом поставят. Хотя там подставных в России достаточно и без Гиркина. В Литву приплыла льдина с контрабандными сигаретами из Беларуси. И тут знаете, о чем я подумал сразу? Что тех, кто занимается контрабандой, действительно нужно отправить в правительство. Ведь они реально смогут доставлять грузы бесплатно через все границы. Причем даже таможенные пошлины не придется платить. Ведь вы представьте, насколько они креативны, что они додумались в льдину заморозить сигареты и отправить ее вниз по течению. Я сейчас, конечно, немного шучу и утрирую, но уровень креатива зашкаливает. Лукашенко полетел в Дубай. И полетел туда не один. Туда полетел и его сынок. А с сыном полетела какая-то девушка. Ученица второго курса юрфака. Просто вместе. Чтобы вы понимали, конференция по окружающей среде. И какого хрена там делал человек с юридическим образованием, вообще непонятно. И Лукашенко тоже был не один. Он взял мисс Беларусь 21, чтобы она экологические вопросы решала. Скорее всего, анатомические вопросы, чем экологические вопросы. Но дело в том, что это все шутки за наши с вами деньги. Это самолеты, перелеты, проживание, питание. А как вы понимаете, жить в хостеле они точно не будут. И деньги из нашего с вами бюджета. Лукашенко строит резиденции за наши с вами деньги. Лукашенко летает на самолетах за наши с вами деньги. Теперь его сыновья летают на этих самых самолетах. Теперь будут и девушки летать, и в Дубай отдыхать. В то самое время, пока белорусы херачат на белорусских заводах и станках. А люди в Беларуси, которые платят 13 тысяч белорусских рублей в год за обучение, обучаются вот в подобных условиях. И пока Лукашенко будет рассказывать о том, что Европа загнивает, то вот этот университет за год берет одну тысячу за обучение в год, но уже вот с такими условиями. Так для сравнения на всякий случай. Причем образование Варшавского университета будет цениться по всему миру. А Лукашенковский университет даже в России нахрен будет не нужен. Вот теперь и сделайте вывод, куда мы с вами пришли. Социально ориентированное государство. И не знаю, что должно произойти, чтобы у людей в голове щелкнуло, что все те, кто по телевизору рассказывает про любовь к стране и людям, оказываются просто вардалаки с масками. Эти люди думают только о собственных доходах, заработках и власти. Им срать на людей в прямом смысле этого слова. Никто из них, от слова вообще никто, не думает о людях. А некоторые им даже хлопают. Обидно. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok